Музыка Я его не могу быть сильным Музыка Я его не вопрос Я его не вопрос Музыка 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 Я его на голову смешу Музыка Ой, да А Ю Хай, с вами Уан Гай Нет, это не трейлер фильма Отряд Дибилов Это то, что является трендом русского ютюба в 2016 году Всем привет, меня зовут Николай Соболев И вы на канале Соболев Кто бы мог подумать Вместо кирпичной стены у нас появилась ёлка это значит, что пора бы уже начать подводить итоги. Действительно, почему бы нет? В шестнадцатом году на русском ютубе появилось огромное количество новых талантливых видеоблогеров. Но кто стал главным открытием? Кто бомбанул ярче всех? Речь пойдет не об Ивангайе и даже не о Юре Хованском, который показывает поразительные темпы роста. Их мы хорошо знаем уже достаточно давно. Речь пойдет о новичках. И нет, знаете, это не будет тот самый сухой топ, где стоит ведущий и говорит, ну вот этот набрал 200 тысяч, а вот этот 300, а вот этот 350. Поэтому первое место у него. Я проведу глубокую аналитику и постараюсь разобраться, почему именно вот эти люди стали настолько популярными. И на пятом месте Ян Гордиенко aka Профессор Пересвет. Два с половиной миллиона подписчиков, около 20 миллионов просмотров каждый месяц. За август на Яна подписалась 290 тысяч милых школьниц. Результату можно позавидовать. Вы скажете, да нет, Яна еще давным-давно, еще в 2015 году знали уже абсолютно все, но на самом деле это не совсем так. Да, конечно, Ян еще давным-давно снимал вайны. Но лучше бы он этого не делал. Его ролики сейчас выглядят чуть более адекватно, хотя не совсем понятно, о чем они. На пять минут назад. Формула успеха проста и понятна. Это милая личика, чтобы нравиться школьницам. Это постоянно челленджи, больше челленджи и пранки песней. Это все в тренде. И, конечно же, не стоит забывать об основном ингредиенте. Это дружба с Ивангаем. У Ивангая появилось огромное количество последователей, которые, в принципе, все делают одно и то же. Их очень сложно отличить. Не знаю, Артем Кондратьев. Знаете такого? Тео Блейд, чистейший клон Ивангая и Мамикса. Кого-то сегодня будет поносик. Эдвард Оттева. Плюс-минус одна и та же херня. Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это видел. Вы посмотрите, это как, не знаю, какой-то инкубатор видеоблогеров. Они все похожи друг на друга. Такое чувство, что их создавал один и тот же бог, типа Так, ты снимаешь пранк песней сегодня. Ты снимаешь пранк песней завтра. А ты иди отдохни. Хотя нет, сними пранк алфавитом. Нормальная тема. А, Б, В, Г. И все, все. Люди, которые набирают от полумиллиона просмотров, могут рассчитывать столько же зарабатывать в рублях. Полмиллиона в месяц. Я-то знаю. Ха-ха, мой оператор сейчас так грустно вздохнул просто. Ведь он работает за доширак. Вы знаете, сложно признать, но, наверное, нигде нет такого количества молодых миллионеров, как на Ютьюбе. Есть десяток человек, у которых годовые доходы после налогов 10, 15, 20 миллионов рублей. Вот только везет немногих. Вы особо не удивляйтесь, но четвертое место в нашем топе занимает Майнкрафтер Ферамир. На пике своей популярности, если это можно так назвать, Ферамир набирал по 320 тысяч подписчиков в месяц и был самой обсуждаемой персоной на российском Ютьюбе. Некоторые одаренные люди, не понимая прикола, даже снимали на него разоблачение. И против этого факта никак не пойти. У меня, ребят, большие проблемы. Сериал Ферамира был интересен людям на протяжении, наверное, трех месяцев. Сейчас у него определенные проблемы с рейтингами. Мои рейтинги в полной жёте, б... Месяц назад от Ферамира начали массово отписываться. Ему даже пришлось извиниться перед своими подписчиками. Да что там говорить? Ему пришлось скрыть все серии сериала со своего канала. 250 миллионов просмотров. Именно столько Ферамир потерял по сути за один день. Для тех, кому интересны цифры, 250 миллионов просмотров это где-то 20-25 тысяч долларов. То есть, что-то около одного миллиона рублей. Именно столько Ферамир заработал на своем сериале. Аааа! Сука! Сериал уже не заходит, поэтому Ферамир решил поддаться в музыку и начал делать рэп-клипы. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Очень жду, как это прокомментируют Оксимироны. Мудила! Я не могу больше жить! Если из вас кто-то не понимает, как Ферамир держался на плаву, друзья мои, есть три вещи, которые всегда, во все времена, вне зависимости от трендов Ютуба, набирают просмотры. Это секс, жесть и котики. Здорово, щегу! Володя ржавый, он же Ред21. Это очередной феномен русского Ютуба. Володя снимал ролики с далекого 2011-го, но до середины 2016-го Володя не набирала и тысячи подписчиков в месяц, как вдруг неожиданно произошло невероятное. 400 тысяч подписчиков за один месяц. Твою мать! Я пролистал всю ленту и, внимание, я так и не смог найти тот самый момент, вот когда его ролики начали так выстреливать, потому что он как снимал трэша раньше. Два пальца, Ванал, если не помогают уже и два пальца, попробуйте язычком. Че-че-че придумают-то? Он так и снимает трэша в 2016-м году. Но кое-что новое в творчестве Володи все-таки появилось. Вот я смотрел его ролики старые и смотрю, чего-то прям не хватает. Ты не можешь закадрить девушку? 30 килограмм лишнего веса. А где приправа? Вот теперь все в порядке. В каждом выпуске ржавый блюет. И хоть это блюотина не настоящая, но я все равно не понимаю, как ролики умудряются не набирать дизлайков. Я реально показал своей девушке ролик, она убежала в другую комнату. Самый популярный ролик кормушки. 5 миллионов просмотров. 5 миллионов человек посмотрели этот ролик и поставили свой жирный лайк. Я не понимаю, люди любят жесть, люди любят секс, но люди в большинстве своем не любят мерзость. А в контенте ржавого, ну вот согласитесь, этого прям перебор. Не, забавно смотреть, я ничего не скажу. Забавно смотреть, но блевать, когда начинает, ну самого же блевать тянет. Фестивали видеоблогеров крайне популярны и не нужно этого стыдиться. Я думаю, каждый из вас хотел бы пообщаться со своим любимым видеоблогером. С Николаем Соболевым. И благодаря Рексоне сейчас у каждого из вас есть шанс, чтобы в вашу школу, если вы школьник, приехал бы Стас Давыдов, один из самых адекватных блогеров на российском Ютубе. Также у вас есть шанс получить призы. Все очень просто. Регистрируйтесь на сайте schoolrexona.ru, сфотографируйте, как вы двигаетесь, опубликуйте в соцсетях и набирайте лайки. Каждую неделю есть шанс выиграть семь фитнес-браслетов, а каждый месяц лонгборд. А если вы хотите, чтобы Стас Давыдов приехал именно к вам, то голосуйте на сайте за свою школу, если вы школьник, и сделайте репост. Школа, которая наберет максимум голосов, выиграет главный приз. Приезд Стаса Давыдова. Ну а если ты хочешь попасть в летний лагерь, то у Рексона есть конкурс для всей семьи. Подключай своих родителей и готовьтесь к лету уже сейчас. Ссылочки на все это я оставлю в описании, поэтому переходите и участвуйте. Ну а мы переходим ко второму месту. Я сейчас назову имя, и я уверен, что многие из вас это имя услышат впервые. Анна Мэй. Всем привет, я Энни Мэй. И да, вы можете ее не знать, это в принципе простительно, потому что эта девушка набрала полтора миллиона подписчиков за полгода. 12 апреля девушка Аня пришла на YouTube со своими лайфхаками, точнее даже не со своими, а просто с обзором чужих. Через полгода она набирает 500 тысяч подписчиков и 60 миллионов просмотров в месяц. Ее интеллектуальный контент получил премию Рунета. Эта девочка, внимание, снимает по два ролика в день. Два ролика в день. И дело даже не в каких-то наркотических веществах, все дело просто в контенте. Я вам сейчас покажу, как это делается. К примеру, на YouTube зашел тренд 100 слоев. Можно сделать 100 слоев воска на ногах. Вот так выглядит 100 слоев воска на ноге. Окей, на ногах сделали. Что дальше? Что делать дальше? Может быть, снять какой-то качественный ролик? Нет. Можно сделать 100 слоев воска на руках. Мы это сделали Окей, сделали 100 слоев воска на руках Что делать дальше? Ну вот что? Можно опять сделать 100 слоев воска на ногах Но при этом его поджечь Только не повторяйте это ни в коем случае Это совсем безбашенный поступок Сильное заявление А что делать, если ты уже сделал воск на руках, на ногах Поджег воск на ногах Правильно, можно сделать воск на руках И его тоже поджечь Вот такая классная рука получилась Это просто Гениально, это гениально Залепила бы себе жопу этим воском Уже бы обогнала Иванга Я считаю, что это просто тупизна Еще Аня обожает жрать Она жрет все, что попадается под руку Это чипсы, это маршмеллоу, это бургеры Все, что можно жрать на скорость Аня сожрала Мне все еще плохо, как вы поняли Как она вообще жива-то еще, не знаю Я купила 10 гамбургеров Конечно же, я буду запивать все это еще колой Специально взяла колу зеру Потому что она без калорий Охренительно, ты купила колу зера К 10 бургерам Теперь за здоровье можно не волноваться Если бы ты добавила туда еще ментоса Вообще бы калорий даже в бургерах не осталось бы Уксуса бы еще туда И похудела бы килограмм на 40 Но это не точно Аня, без обид Ты красотка Вот словить такой хайп на всех трендовых темах На ютюбе это надо еще уметь Ты нереально работоспособна Но кто-нибудь может объяснить мне, в чем прикол? Вот кто эти зрители? Они такие заходят в интернет, сидят И что бы сегодня посмотреть? Посмотрю-ка я, как Аня Мэй ест торт без рук Вы тоже это видите? Да, к сожалению, я тоже это вижу Всем привет, я Энни Мэй И подпишись прямо сейчас Иначе ты можешь пропустить что-то очень важное Что я могу важного пропустить на канале Ани? Аня, ты закончишь войну в Сирии? Или может быть ты уничтожишь ИГИЛ завтра? Может быть ты взломаешь почту Дональда Трампа? Вот что я могу важное пропустить? Ми? Я! Чтобы лучше понять секрет успеха лайфхаков Я пригласил эксперта Дмитрий Масленников Человек, который набрал миллион подписчиков На проверки популярных лайфхаков Как Анна Мэй смогла набрать столько подписчиков? Вот между нами просто мое личное мнение Я всегда очень искренне со своими зрителями Она не самая харизматичная девушка Чем она цепляет? Реально, вот ее схема мне кажется проста У нее, соответственно, идет трендовый контент У нее идет хорошее название Интригующее всегда Стабильность Я забыл про стабильность Она, понимаешь, как скажет Оксимирон Канбе, свиноматка Анна Мэй свиноматка Это не мои слова Запомните Нет, нет Человек, который как-то умудрился За один месяц набрать аж 600 тысяч подписчиков Всем здорово! Он взял и пришел на YouTube со словами И сегодня мы будем становиться миллионерами Пластилин Кока-Колы Экспериментатор номер один на YouTube Максим Монахов Он же Мамикс Каналу лишь через неделю исполнится год Но на нем уже 3 миллиона подписчиков 60 миллионов просмотров каждый месяц Новый ролик каждый день 10 миллионов просмотров на ролики Кола с Мендесом Вот что такое реальная мощь Одно единственное видео, которое просто сделало ему все рейтинги Купил 10 тысяч литров Кола Ни хрена не получилось Но зато у него полмиллиона подписчиков за месяц получилось Я сам снимал эксперименты Но эти эксперименты были социальными В каждом эксперименте затрагивалась какая-то очень важная Я считаю, для общества проблема Там поднимались вещи, о которых Ну все должны задумываться Каждый выпуск снимался 4, 5, 6 дней Но зачем? Зачем стараться, если можно просто пожечь кокос? При помощи горелки Если можно просто взорвать унитаз Раскаленный шар Можно просто взять и положить раскаленный шар на разные предметы Но я оказался гораздо оригинальней И не собираюсь повторять это И я взял куб Я вот все жду, когда же уже кто-то наконец-то проведет эксперимент Где положит этот гребанный раскаленный шар на человека Вот это будет вообще умора Хотя... И это уже сделали Мы возьмем и посмотрим, что будет Если положить на живого человека шар нагретый в тысячу градусов Привет, чувак! Привет! Привет! Смотрите, с каким энтузиазмом он подходит Он говорит, давайте скорее! Давайте же скорее! Да! 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 Да, мой хороший! Скоро! 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 Ну знаете, я вам вот как скажу Можно очень долго тут стоять Критиковать всех И рассуждать на тему того, что вот этот блогер Не заслуживает своих подписчиков Но на самом деле мои рассуждения И ваши рассуждения Не всегда верны Потому что делать ролики каждый день И набрать аудиторию 3 миллиона подписчиков Это в любом случае не просто большое Это огромный труд Я надеюсь, вы не думаете, что Аня Мэй каждый день встает по утрам И такая Как бы мне сожрать сегодня побольше бургеров Я думаю, что ей и Мамиксу уже давным-давно надоело страдать всей этой херней Тут другой вопрос Вопрос к зрителям Вот как вас от этого еще до сих пор не тошнит? Вам реально нравится смотреть, как люди едят? Или нравится смотреть, как однотипные блогеры выдавливают одни и те же позитивные эмоции? Ох, я еле выбрался И люди, огромное количество людей поглощает этот контент быстрее, чем Аня Мэй жрет бургеры и маршмеллоу Серьезно Ты пытался раскусить эту формулу? Почему люди это смотрят? Вот почему? Я не знаю Идет тренд Люди хотят как-то всегда упростить свою жизнь В данном случае лайфхакеры им предлагают такую схему Но, по моему опыту, никто лайфхаки в жизни не применяет Как долго еще продержится этот тренд? Когда эта вся вот эта мерзопакостная чушка, на которой ты зарабатываешь деньги, уйдет с ютуба, наконец-то и освободит топ? Я надеюсь, никогда, коль я зарабатываю на этом деньги Кстати говоря, на канале вот этого прекрасного человека я попробовал на себе, что такое челленджи и лайфхаки И знаете, я что могу сказать? Вот я сейчас критиковал весь выпуск это, а мне понравилось! Опа! Мне понравилось вот это, выбивать яйца, вот как вы видите сейчас на экране Так, не спойлерю Не спойлерю! Переходите и смотрите, что получилось вот у меня У критика лайфхаков На канале Дмитрия Масленникова Ссылка будет где-то здесь и будет обязательно в описании С вами был Николай Соболев Это был канал Ты знаешь Всем спасибо и до скорых новых встреч!